Эта программа говорит губерния, сейчас будет тема, которую я давно жду, потому что мы последние месяцы обсуждаем уже вступительную компанию в вузах, мы какие только вузы не расписывали, но мой любимый, университет путей сообщения, моя родная железка. Альмавата получается? Да, золотая наша железка мы ее называли. Вот мне кажется, все равно, самый, самый, чтобы вы не говорили, самый лучший вуз. Я объясню, у меня есть довод, потому что в чем сила Хабаровска, почему именно Хабаровск был и остается в дальневосточной столице. Это крупнейший в настройке страны, прежде всего, транспортный узел. Ну, это действительно так. Прежде всего, железнодорожный, потому что основной вид транспорта у нас в стране железная дорога. И, соответственно, самый главный вуз, на мой взгляд, железнодорожный. Раньше он назывался ХБИШ. Институт инженеров железного транспорта, да? Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Сегодня у нас в гостях проректор по учебной работе Артем Константинович Пляскин. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот если, как говорил мой коллега, что лидирующие позиции. Вот сейчас каковы позиции Дальневосточного университета путей сообщения, если сравнивать с советскими временами, где там абсолютное лидерство? Вы знаете, сегодня, наверное, история, она пишется очень динамично и очень быстро. Сегодня университет – это не просто железка, как сказал Вячеслав. Это золотая наша железка. Золотая наша железка. И на самом деле я подтверждаю эти слова. Действительно, для края, для Дальнего Востока наш университет – это то место, где сходятся не только пути сообщения. Сегодня университет – это большое количество специальностей, большое количество направлений, которые закрывают практически все виды экономики, которые есть в крае и в целом в стране. Начиная от железнодорожных специальностей, заканчивая воздушными сообщениями. Ну да, недаром он теперь не институт инженеров железнодорожного транспорта, а университет путей сообщения. То есть у вас и воздушный транспорт тоже появился, да? У нас много направлений. Это полностью весь спектр специальностей транспортных, начиная от железнодорожного и заканчивая автомобильным. Это воздух, это большое направление, связанное с логистикой. Абсолютно правильно вы сказали, это хаб, который концентрирует в себе все логистические направления, такой как Хабаровский. Вот для таких агломераций, для таких городов мы готовим специалистов по всем транспортным направлениям. Причем транспорт, он многогранен. И здесь мы можем говорить и о тех объектах, которые двигаются, и об инфраструктуре, и о тех направлениях, которые связаны с обеспечением видов транспорта. Это электроэнергетика, это путь, это все вещи, которые связаны с обслуживанием, это экономика транспорта, это очень важнейшее на сегодняшний день направление, цифра, которая обвязывает все это. А IT у вас тоже востребовано, да? На IT-шные специальности сегодня вообще большой конкурс. Но мы сегодня готовы не только принять тех абитуриентов, у которых зашкаливают высокие баллы и так далее. В университете создана уникальная система, которая позволяет выровнять абитуриентам знания и дальше уже двигаться с емким багажом школьных знаний, плюс полученных на входе в университет. Поэтому если есть ребята, которые еще сомневаются, то мы готовы их сомнения развеять и помочь им в университет попасть. Кстати, по энергетику вы сказали, что там же действительно огромное количество специальностей, потому что у меня даже несколько друзей, которые получили профессию инженера, магистральные сети и прочее, 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 и их буквально просто руками отрывают, потому что они очень востребованные специалисты, особенно в условиях Дальнего Востока, и речь не только про железную дорогу, но огромное количество различных энергетических тех же отраслей. Да, совершенно верно. И спектр специальностей, который покрывает вот эту востребованность, он очень широк на самом деле. Это и от мощных сетевых направлений, которые связаны с большой энергетикой, и заканчивая, собственно говоря, инфраструктурными сетевыми объектами электроэнергетики. Ну и, конечно, объекты железнодорожного транспорта, которые без энергетики не работают. Ну, честно говоря, мне немножко не повезло, или наоборот повезло. Я не был бы сейчас журналистом, если бы на момент выпуска, начало 90-х было, немножко все вот уже, вот, как бы, инженер перестал быть главным человеком в стране. Сейчас, мне кажется, все возвращается, более того, на другом уже уровне. И сейчас же, ну вот, во-первых, Хабаровский край получает новый стимул для развития, потому что вся страна разворачивается на восток. Ну и, соответственно, у всего транспорта появляется с ним, и наверняка огромные перспективы у выпускников вашего вуза. Вы знаете, вот, на мой взгляд, человек, получивший инженерное образование, в первую очередь, человек, который может четко мыслить и понимать, куда он движется. И вы вот абсолютно классную вещь сказали на сегодняшний день. Вы бы не были сейчас журналистом, если бы не получили инженерное образование. Поэтому инженер востребован всегда, и он будет востребован. Если мы посмотрим сухую статистику, то все большие руководители, все, значит, те сегодняшние лидеры, которые у нас есть, это практически все выходцы из инженерного образования. Да, это правда. Ну, а, кстати, если говорить о повороте на восток, что касается международных связей, поддерживает ли их вуз? У вуза очень серьезные связи. Это порядка 80 партнеров зарубежных, в том числе это классическое образование, это транспортное образование. Мы реализовали мощнейший проект, который называется у нас Российско-Китайский транспортный институт вместе с Доляньским университетом, в который на сегодняшний день у нас тоже открыт прием, и три основных направления, они сейчас транспортные, но впоследствии мы будем еще расширять спектр этих направлений. Связи международные позволяют студентам получить двойные дипломы, пройти стажировки, обменяться, работать по академическому обмену со странами-партнерами. Понятно, что в сегодняшней сложившейся конъюнктуре, конечно, это на сегодняшний день в основном Китай, но также есть партнеры и в других странах. А можно прикинуть, ну хотя бы примерно зарплату, которая гарантирована выпускнику? Потому что сейчас новое поколение, оно практичное, пока им сумму не назовешь. Ну да, понятно же дело, что специальности разные, на разных специальностях разные позиции, но тем не менее так, примерно. Стартовая позиция любого инженера, который выходит из наших стен, это от 80 и выше. Ну, кстати, из таких моментов меня приятно удивило, как раз Дальневосточный университет путей сообщения, один из немногих, где военная кафедра еще осталась. Это не просто кафедра, это военный учебный центр. Сейчас, да, это военный учебный центр с большой историей, с большим кадровым потенциалом. Это единственный вуз, в котором существует военный учебный центр, и он полномасштабно работает. И неоднократно признавался одним из лучших вообще в целом по сети военных учебных центров. Ну и получается, выпускника он одновременно гражданскую специальность и военную получает, да? Да, выпускники получают и гражданскую специальность, и военную специальность. И в этом году Министерство обороны в том числе заявило целевой набор на кадровых офицеров, подготовку которых тоже осуществляет военный учебный центр. Ну, признаюсь, я в свое время выбрал окончательно железнодорожный институт, потому что он мне эстетически понравился. Я побывал во всех хабаровских вузах и почувствовал, что мне учиться просто приятно. Ну, особенно в главном корпусе, ну а сейчас и в современных новых корпусах. Светлые коридоры, там просторная аудитория. Простите, по сравнению с медицинским темным, мне показалось, что там гораздо неприятнее учиться. Шикарная библиотека и компьютерный центр, да? Но сейчас стало еще лучше? Я думаю, что и сейчас хорошо, и станет еще лучше, потому что университет вошел в программу «Приоритет 2030», которая помогает и обеспечивает возможности для более ускоренного роста университета, развития новых образовательных программ. Действительно, у нас за последнее время, несмотря на ту красоту, которую вы перечислили, появились новые лаборатории, появились новые образовательные центры, запускаем новые образовательные проекты, и в каждый из них включаем в обязательном порядке уже начинающих студентов, абитуриентов, и готовы их в этих проектах сопровождать в целом вообще в системе непрерывного образования. От начала их студенческой карьеры и отправлять их в карьеру производственную, и дальше обеспечивать возможность дополнительного образования. И все это в стенах одного вуза. Знаете, это все хорошо, но сразу возникает вопрос по бюджетным местам. Насколько реально поступить на бюджетные места? Потому что я помню, я еще заканчивал школу, действительно было престижно поступить в железку, это было непросто, многие ходили на подготовительные курсы. Что сейчас? Как обстоят дела? Сейчас у университета значительное количество бюджетных мест, и мы располагаем этими местами на сегодняшний день. Еще есть определенные направления, транспортные направления, энергетические направления, направления, связанные с управлением процессами перевозок на транспорте. Где мы ждем абитуриентов, и для них готовы предложить бюджетные места. Подвижной состав железных дорог, очень важное вообще в транспорте направление, где выпускники могут работать ведь не только на железнодорожном транспорте, а именно работать в целом в транспортной отрасли. Но, наверняка, целевые направления тоже? Есть целевые направления. Наш основной партнер – компания «Российские железные дороги», ряд транспортных компаний, энергетических компаний, логистических компаний, которые дают свои предложения нашим студентам. Буквально недавно мы провели переговоры с компанией «Феско». Это лидер у нас в части логистических перевозок, осуществления логистики. Здесь мы нашли общее понимание, и наши студенты будут в том числе проходить стажировки на предприятиях этого направления. Можно ли сразу заключить договор с предприятием и получать повышенные степени? Да, можно заключить договор с предприятием, и предприятие гарантированно обеспечивает практическую подготовку, трудоустройство и, соответственно, еще и финансово-материальную поддержку студенчества. Ну, в общем, дело ваше, решайте, мы не агитируем. Хотя агитируем, конечно, но уж простите, мне кажется… Ну, просто ты свой амбоматор очень любишь. Это нормально абсолютно. А можно в завершение? Я не знаю, до сих пор висит у вас плакат в библиотеке или нет. Когда я учился, там висел, выпускники инженерных вузов становились и великими художниками, и писателями, даже композиторами. Но ни один гуманитарий не стал не только инженером, но даже техником. Есть такая. Висит еще. Это у нас музейная реликвия. Спасибо. У нас в гостях был Павел Олег… Ой, простите, пожалуйста, заговариваюсь. В гостях был Артем Константинович Пляскин, проректор по учебной работе Университета путей сообщения.